погода замечательная но снимать не хочется привет друзья еще раз со всеми прошедшими праздниками мы сегодня будем говорить с вами о важной теме а тема такая выбор фотографий и пристальное внимание к своему творчеству и видим видео в том числе что снимать на камеру что снимать на фото поговорим о тенденциях почему я ушел с метой это фейсбук и инстаграм да это сделал друзья все осознанно и начну я с того что я в этом году еще не сделал ни одной фотографии на сигму и не снял ни одно видео на дрон вот такая сегодня новость так вот друзья почему я решил затеять этот разговор с вами у нас сегодня налетел туман все деревья покрылись изморозью красивое время хорошие для прогулки но теория друзья как вы знаете развитие фотографа развития любой отрасли начинается с теорией ну конечно практика и делая какие-то шаги повышая свой уровень квалификации можно сказать или мастерства он ведь еще не какая красота смотрите как красиво камера все не взял кстати так вот помешая этот уровень вы невольно начинаете смотреть окружение ваше что окружение делает какие тенденции тренды я об этом рассказывал на своем канале смотрите мои не только трансляции но и видео через телеграм-канал а вы знаете что у меня есть свой телеграм-канал посвященный как раз фотографии друзья именно фотографии сергеем моим подписчикам с павлом мы пришли к выводу что все хотят расти все хотят развиваться но какие-то фотографии может не за идеи в explore например как это сегодня случилось с о какой барбарис офигеть друзья посмотрите фантастическая ягода совершенно невероятно кстати красивая зимой так вот мы ищем ответы на вопросы почему не попала фотография в explore почему ее не лайкает там не отмечает не комментирует и это один один аспект да вы начинаете искать в себе первую очередь ну правильно кто смотрит мой канал они ищут себе потому что искать снаружи друзья это конечно можно но друзья искать надо в себе если вы чувствуете что-то не то то социальный хотел сказать рейтинг социальные платформы поэтому возможности определить интересно это людям или нет или вы просто выбрали не эту платформу или вы выбрали не тот жанр о котором я рассказываю как это выбрать выбрать с помощью flicker и проще всего друзья что действительно вас получается что действительно откликается в сердцах людей так вот друзья помните два года назад я говорил что все придет онлайн стримингу что это будет не просто какие-то врезки костыли которые нужно снимать видео фото все это куда-то загружать каких-то устройств костыли эти отваливаются постепенно и друзья мои эксперименты последних лет а начались они далеко далеко давно 11 лет назад по моему или даже 12 я зарегистрировался на youtube канале на youtube но на тот момент я не распознал не распознал друзья возможности youtube поэтому 6 или 7 лет я не помню сколько на фейсбуке потом инстаграм который сразу мне не понравился я попытках что-то сделать с этой платформой ушли титанические усилия если бы зайти в мой инстаграм который еще пока не заблокирован можете посмотреть количество постов фотографии все остальное но результат абсолютный zero друзья 0 абсолютно поэтому никакого результата инстаграм не не принес фейсбук единственно что мне помог найти человека который меня отправил на flicker соответственно ну а сейчас фейсбук созданием и вообще мета создание виртуальных двойников мы это будем видеть ближайшие месяцы сейчас все платформы на это пойдут потому что для того чтобы сделать безопасным систему любые теперь уже подложить под аватарки чужие работы никак не получится друзья будут созданы двойники цифровые эти напишите в комментариях как вы к этому относитесь потому что эта тенденция неизбежно производство уже будет работать с помощью создания двойников завода всего остального но это как бы такие прогнозы да поэтому фейсбук мета для меня закрываются я решил осознанно это сделать поскольку я не вижу смысла там больше находиться что касается flicker а то здесь все как раз наоборот все хорошо все совершенно развивается правильном направлении мы сегодня будем с вами ловить рыбу пойдем посмотрим ловится ли она гипермаркетах ну и может быть прогуляемся пешком пешком ходить хорошо кстати кто смотрел мои трансляции видео у меня было видео по поводу того что фотографии является терапией не только по савельеву да для тренировки мозга но и для тренировки мышц дыхания всего остального жду от вас комментариев можно рыбу найти в магазине хорошую у сегодня день такой правильный кто не читает книжки умные да по разным темам касающиеся шумов которые нас окружают а вы знаете что огромное количество шума который создается особенно информационного века информационные да можно сказать она мешает человеку сосредоточиться и борьба и битва людей компаний корпораций ведется за что уже не за ресурсы друзья а за ваше внимание поэтому если вы ваш конус времени конус времени обратите четко на поставленную цель то все произойдет магическим образом а если вы будете распылять его а в соцсетях для этого есть огромное количество возможностей чтобы распылить ваше внимание поэтому посему я решил что мой стиль поведения в мете это инстаграм и фейсбук не отвечает моим философским воззрением моим установкам моему дао поэтому я понял что я приостанавливаю этот проект на не определенный срок но друзья хорошая новость состоит в том что мы вместе с вами поскольку вы кто смотрит мой канал вы знаете что я всю жизнь изучаю феномены восприятия феномены живых систем и систем подобия которым относится в том числе и фотография как вид искусства а посему друзья рекомендации сергею и людей которые только вступили на путь фотографии или продолжили его следующее обратите фокус вашего внимания на то чем вы занимаетесь если вы еще не обрели свой стиль не обрели понимание что вам снимать или наоборот как мне здесь сказали недавно что надо сузить фокус внимание и сосредоточиться на определенных жанрах это в этом есть большая опасность друзья если вы будете сужать соответственно вы закрываете перед собой множество возможностей а поскольку ключи у вас находится друзья вам только дверь нужно найти вот вот о чем я хотел сказать вам так вот друзья видите ничего случайного не бывает занимайтесь своим делом и вселенная вам подарит сразу же все ответы вы найдете дверь вот я сейчас шел увидел человека с пультом смотрю дрон но на самом деле я получил массу интересных ответов на мои вопросы так же как человек получил ответы от меня на те вопросы которые его интересовались в этом и есть прелесть друзья сообщества youtube потому что вы сможете найти ответы на которых вообще нигде не найти потому что сейчас динамично все это развивается не только цифровой мир да но и все все что вокруг нас это же люди все поэтому друзья не отвлекайтесь на шум и все получится так вот друзья в системах существует несколько разных способов подавить шумы есть пассивные до варианты когда вы что-то делаете ну кто знаком с техникой магнитной записи были такие системы экспандер компанда ну и активная система как раз на этом принципе основана активная система шумоподавления которая используется в современных наушниках и прочим и прочим то же самое про информационный шум друзья активная система шумоподавления позволяет этот шум просто выключить принцип их работы достаточно просто для этого нужно исходный сигнал подвергнуть увеличению ну или до уровня выше положенного да и инвертировать по фазе то есть развернуть фокус вашего внимания после этого все это включается одновременно с шумом и в результате шума нет он растворяется вот друзья образец вам друзья как бороться с шумами это дерево лежало на земле оно было сломано но прошло время и она встала и растет даже несмотря на то что она поменяла свою форму иногда просто можно подышать выйти когда чувствуешь что нет настроения фотографировать и ни в коем случае не заставлять себя это делать иначе никакой фотографии друзья не будет